Добрый день, Иван. Здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Итак, Иван, ну, понятно, у нас в стране, как, наверное, и у вас, эпидемия. Народ застрял дома, народ ищет, чем бы заняться интересным. И в это время всегда помогает, наверное, чтение. В первую очередь. Вот, что бы вы посоветовали читать во время эпидемии и вообще чем заняться, Иван? Совершенно верно, время такое, что надо мозги все-таки тренировать. И хорошее чтение, как вы совершенно верно сказали, лучший способ. Мы уже говорили с вами про Клаева Джеймса и Лешика Клаковского, которые авторы, ну, популярные среди консерваторов, но достаточно по их собственному мнению все-таки так или иначе относившиеся к левому движению, пусть и критиковавшие его. Но вот сегодня наш герой – это однозначно консервативный автор и, более того, человек, которого могут читать, я думаю, все, потому что художественная литература, она более нам всем понятна. Никого не хочу обидеть ни в коем случае. Но прежде чем поговорить про Алина Друри, речь о нем, я бы еще отметил, какой момент в этом мае уже 4 года, как мы с вами общаемся, и дата не круглая, но первый раз за 4 года мой выход в эфир совпадает с Днем Поминовения. И поэтому для меня это, конечно же, возможность поблагодарить в вашем лице, в лице американцев, всех тех, чьи родственники, знакомые, родственники знакомых, в общем, всех, все те американцы, которые сражались и погибали за свободу. За свободу не только американскую, потому что так получилось, что Америка стала символом свободы для всех нас, но и за свободу всего мира. Сражаясь они с коммунистами, с исламистами, да с кем угодно, с нацистами, безусловно, Америка всегда была на стороне свободы. Что бы ни говорили враги вашей замечательной страны, и всех павших, конечно же, сегодня мы должны почтить. Ну, а теперь, да, к Алену Друри. Ален Друри, человек, который пользовался огромной популярностью с конца 50-х где-то по 90-е годы, написал он очень много, его книги любили консерваторы от Никсона до, например, Гингриджа. Гингридж, даже, я помню, требовал, чтобы обязательно те, кто с ним работал, читали Алена Друри и в рекомендательный список в Палате представителей он там распространял, чтобы, прежде всего, конечно же, речь шла о дебюте Друри. Друри был журналистом, прежде всего, и писал он о Сенате. И, конечно же, его глубокие знания, прежде всего, механизма Сенатского, ему и позволили первый его роман, который называется «Советы согласия», «Advice and Consent», в 59-м году, стать, вне всякого сомнения, бомбой, бомбой в смысле популярным, а не то, как это иногда считается, бестселлером, получить пулитцеровскую премию, тогда еще давали кому надо, а не так, как сейчас. И те же, тот же самый Никсон, и, кстати говоря, Кеннеди, они позировали даже с этой книгой, можете найти фотографию, потому что ее читали все политики, кажется, без исключения. И в дальнейшем Друри написал еще пять продолжений, и эта серия «Советы согласия» так и осталась у него лучшей. И, хотя написал он еще множество других книг и художественных, и не художественных, на самые разные темы, но все равно ассоциируется он, прежде всего, вот с этой серией и с самым первым романом. Более того, существует мнение в литературной критике, что после того, как вышел «Советы согласия» и через три года семь дней в мае, это начало американского политического романа вообще. До того, политические темы могли использоваться, могли не использоваться, но что большой американский, великий американский роман приобрел политический оттенок именно благодаря этим двум книгам. И в случае с Друри речь идет о консервативной направленности, в случае с «Семи днями в мае» о либеральной. Конечно же, даже помню советский, был американский фильм «Семь дней в мае», но был и советский, кстати говоря, телевизионный, к тому же. По «Совету и согласию» тоже выходил фильм 1962 года с Генри Фонда в главной роли от Пременджера. Фильм неплохой, но книг гораздо лучше, хотя фильм тоже можете посмотреть. Ну, а теперь в чем, собственно говоря, сила первого романа, да и всей серии Друри вообще. Ну, во-первых, я сказал, он показал изнутри весь механизм работы Сената. Кто такие сенаторы, как они становятся сенаторами, чем они руководствуются, как они взаимодействуют друг с другом, с другими партиями. Кстати, партии там открыто не называются, там партия большинства, партия меньшинства. И вы сами можете для себя решать, о какой партии идет речь. Ну, понятно, что большинство тут многие видели все-таки демократов и столкновения внутри демократической партии. Ну, как бы то ни было, взаимодействие внутри Сената, взаимодействие Сената с президентом. В президенте сначала это был такой ловкий манипулятор, в котором угадывался Рузвельт, потом его менял президент такой, казавшийся не слишком компетентным, но тоже довольно-таки хитрый и умный. Умный, здесь многие видели Трумэна, хотя, думаю, что образы собирательные в обоих случаях. И, конечно же, к каждому персонажу находили огромное количество вероятных прототипов. Скажем, резко отрицательный Ван Аккерман есть сенатор, в нем многие угад видели Маккарти, тем более, что он действительно какие-то реплики сенатора произносил. Но тут Друри весьма лихо обошелся с либералами, потому что Ван Аккерман в книге это крайне левый сенатор, а с Маккарти Друри были, кстати говоря, большими друзьями Друри и Маккарти. По сюжету тоже здесь многие видят отсылку к реальным событиям, описывается утверждение некоего политика на пост госсекретаря, но выясняется, что политик этот в прошлом был связан с коммунистами. Многие увидели, так оно и есть, здесь параллели с делом Хисса, но вот этот сюжет, эта история позволила Друри не просто показать все, что я вам уже говорил, а именно все механизмы и тщательно воспроизвести все особенности взаимодействия внутри Сената, да и Конгресса всего, не только Сената, конечно, и взаимодействия с другими ветвями власти, но это еще и атака Друри на либеральный эстеблишмент, потому что Друри был консерватором, был антикоммунистом, и он видел в либералах американских пособников коммунистического режима и пособников коммунизма вообще. И поэтому отчасти тоже перекликалось с теми разоблачениями 40-х-50-х, когда антикоммунистов травили в открытую либералы и либеральный эстеблишмент. И Друри в своей книге показывает, как либеральные судьи, либеральные политики и все, кто с ними связан, как они уничтожают репутацию, а порой и жизни людей, которые идут против либерального эстеблишмента. И не исходя из каких-то там злобных побуждений, а вот просто потому, что у них в голове не укладывается, как это может быть, чтобы их красивые либеральные установки, жить в мире с коммунистическим режимом, больше правительства и так далее, и так далее, и так далее, все, что мы хорошо знаем, что вот кто-то может этому противостоять. И тогда для них делай честь этого человека уничтожить, даже не понимая, что они совершают, в общем-то, преступление. Как я сказал, книга пользовалась огромным успехом, и из ее продолжений я бы выделил, наверное, третью книгу, ее, правда, мне сложнее перевести литературно на русский, она называется «Capable of Honor» 1966 года. Это была, по словам спичрайтеров Никсона, его любимая книга, когда он был президентом, но вот, к сожалению, он не все из нее правильно понял, как надо, но, тем не менее, я прекрасно понимаю его интерес. Друри, дело в том, что он в своих продолжениях, он использовал довольно много интересных литературных находок, он, скажем, вот это вот популярное сейчас выражение «вселенная», он это обыгрывал вовсю, у него какие-то персонажи в определенных книгах выходят на первый план, какие-то уходят на второй, какие-то возвращаются, какие-то нет. Он использовал открытый финал в четвертом романе, потому что там непонятно, кто из персонажей погибает, и сюжет романа пятого серии – это что было бы, например, если бы президентом после покушения, когда погибает ястреб, как кандидата, становится голубь, это все очень плохо для Америки. А в последней книге, что было бы, если бы президентом стал все-таки ястреб, и тогда Америка выходит на ведущие позиции в мире, и Китай с Россией, что, кстати, странным образом тоже достаточно актуально, они, если в предыдущей книге они могли объединиться, чтобы напасть на Соединенные Штаты, то здесь они уже враждуют между собой. Ну, вторая книга, она интересна тем, что в ней Друри атаковал ООН, и здесь ничего не изменилось, «Shade of Difference» она называлась, но, повторяю, для меня все-таки лучше, здесь я с Никсоном согласен, это книга третья, потому что это не столько триллер, сколько, наверное, первая книга, ну, можно ее назвать триллером, продолжение по-разному. Но эта книга, это прежде всего сатира и сатира на средства массовой информации, на либеральное. Потому что такого издевательского портрета самодовольных либералов, которые вещают с телевидения, пишут колонки, делают все, что угодно, радио там в меньшей степени обыгрывается. Но вот вся эта публика, которая обожает друг друга, норовит угодить друг другу и тем политикам, которых они считают своими, здесь это показано тоже изнутри, потому что Друри был репортером, напоминаю, сенатским, да, но репортером, и он знал эту кухню очень хорошо. Там есть, конечно, и положительные персонажи, журналисты, но они для Друри скорее фон. Главное для него это высмеять, показать во всем уродстве вот всех тех журналистов, которые образуют такую либеральную левую стаю и травят всех, кто им не угодит. Но более того, чем еще эта книга хороша, в ней Друри, если вы посмотрите на несколько ее сюжетных линий, то увидите, что они странным образом, книга, повторяю, 66-го года, очень актуальна и сегодня. Ну, например, там речь идет о противостоянии по мере праймерис двух политиков. Один, вот это как раз, это противостояние, оно потом будет продолжаться, это как раз и более правый, и более консервативный политик, а второй более, даже не то чтобы левый, но такой абсолютно лишенный каких бы то ни было идеологических установок. И именно его берут в оборот левые, делая своим кандидатом. И Друри очень убедительно, очень подробно показывает, как политик, который может быть сам по себе не такой плохой, как человек, но связавшись с левыми, он уподобляется им и становится таким же агрессивным по отношению к своим врагам. И не просто даже агрессивным, а готовым на любую подлость, на все что угодно, и что постепенно он лишается своей самостоятельности. То есть, превращается в полное орудие вот этого самого леволиберального эстеблишмента и уже не может от него освободиться. Как бы он не хотел обратного, он становится, если хотите, врагом Америки, вроде бы позиционируя себя как ее заступник, что часто левые либералы и делают. Очень знакомы, на самом деле, тем из нас, кто следит за американской политикой. Но это еще не все. Есть сюжетные линии, посвященные, например, демонстрациям, которые устраивают левые. И они, как правило, заканчиваются вандализмом, безобразиями, разрушениями и так далее. Но журналисты их всегда оправдывают, даже когда там страдают люди, объясняя это тем, что на самом деле виноваты не те левые, кто безобразничает, крушит все. А виноваты консерваторы и со своей ужасной риторикой ответ на которую вот такая реакция левых. Тоже, согласитесь, очень нам всем знакомы по совсем недавним событиям. Ну и когда Друри описывает, как просто уголовники, желательно еще и черные, становятся жертвами этих столкновений со стороны левых, то как сразу же эти уголовники превращаются в борцов за свободу, в жертв расизма, суровые системы и так далее и тому подобное. Если вы вспомните разнообразных Майклов Браунов и Родни Кингов, то вы увидите, что и здесь Друри абсолютно актуален. Поэтому еще раз вам повторяю, что все романы, другие романы, ну на ваше усмотрение, на мой взгляд, все, что Друри писал вне вот этой серии «Советы согласия», это все-таки книги послабее, хотя можете, наверное, если вас увлечет, прочестьте их тоже. Но серию «Советы согласия» это прочтите обязательно, книжки довольно большие, там поскольку первая вообще, по-моему, под 700 страниц, но не буду врать, посмотрите сами. Главное, что читайте их, вы получите огромное удовольствие, книги очень хорошо написаны, вы, так как все-таки я понимаю, что большинство слушателей – это консерваторы, вы увидите, что в художественной литературе консервативные идеи, консервативная политика может отражаться, и, наконец, что самое главное, сатира, направленная на левых, она весьма и весьма эффективна. Поэтому лучше всего, конечно же, читают, как я и сказал, их все, но очень надеюсь, что вы, может, со мной согласитесь, может, нет, но выделите вот этот самый роман, третий в серии «Capable of Honor». Начинать надо, естественно, с первого, но «Capable of Honor» – это вот то, что я вам тоже рекомендую прочесть в обязательном порядке. Поэтому вот я вас загрузил на какое-то время, смотря сколько у вас его будет свободного, но уверяю вас, что вы не пожалеете абсолютно, Ален Друри, он захватывает целиком и полностью. Здесь я привычно умолкну, если Анатолий что-то добавит или есть звонки, то передам слово Анатолию. Ну, единственное, что я могу добавить, во все времена у людей все равно была всегда тяга к чтению, поэтому есть на то время или нет, больше этого времени или меньше, по-любому нужно читать, интересоваться, особенно люди, которые действительно интересуются политикой, которые интересуются, задаются, по крайней мере, вопросом, «Как же это все работает?» Ну вот, вам, пожалуйста, есть, по крайней мере, если не инструкция, то рекомендация к тому, как, что и зачем это все работает. Ну, а насчет, кстати, того факта, что эти книги были изданы, Вы знаете, Иван, скажу вам честно, наверное, в сегодняшние дни, именно вот в эти дни, я честно не знаю, или эти книги получили бы такую огласку и такую высокую оценку. Просто чисто судя по тому, какие сегодня книги пишут даже, ну, скажем так, люди, которые считают себя республиканцами, о чем они пишут. И скажу вам честно, все это очень далеко от правды, поэтому, да, конечно, было бы интересно посмотреть, проследить за тем, вот сегодняшним днем, если бы господин Друэль написал свои романы именно вот в эти дни, получили ли бы они такую огласку и нашелся бы ли такой Нуд Гинрич, который советовал бы, например, например, вряд ли Нэнси Половси будет советовать своим представителям Нижней палаты прочитать эти книги. Это так. Ну, она может им советовать их не читать. Вот это, я думаю... Это, наверное, была бы самая лучшая реклама, в принципе. Если бы... Ну, кстати говоря, да. Но, с другой стороны, как раз ей бы стоило советовать и своим читать, потому что иногда надо и позицию противоположную изучать. Но, к сожалению, вот нынешние демократы этого лишены, по-моему, напрочь, по моим наблюдениям. Вообще. Вообще полностью. Причем самое интересное то, что идеология, которую они сегодня используют, это действительно идеология больше напоминает именно то, против чего они так называемо борются. То есть диктатура, то есть авторитарность и так далее. Так что, просто это все показывает лишний раз и доказывает то, насколько поменялись понятия, понятия совести, чести, идеологии и так далее, вот даже со времен, допустим, там, 50-х, 60-х годов. К сожалению, это происходит. Итак, Иван, давайте мы сделаем небольшой перерыв на рекламную паузу, но потом вернемся и постараемся ответить на вопросы наших радиослушателей, ну и вообще обсудим еще некоторые детали. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Как всегда, очень интересный рассказ Ивана о писателе Эллене Джури и совет прочесть его книги. Ну, по крайней мере, пока сегодня есть такая возможность, то есть народ сидит дома, вернее, не то, что не в состоянии, а ему не разрешают покинуть пределы и так далее. Ну, в общем, мы все прекрасно понимаем, о чем идет разговор. Так вот, в этом сегменте я бы хотел еще раз напомнить номер телефона студии 847-400-5200. Если у вас появятся вопросы, мнения, пожалуйста, Иван всегда с удовольствием отвечает и на ваши вопросы, и выслушивает ваше мнение, единственная просьба, пожалуйста, мнение высказывания вами, пожалуйста, держите его покороче и лаконичнее, и содержательнее. Итак, Иван, у нас есть первый звонок, давайте попробуем его принять. Говорите, пожалуйста. У меня такой вопрос. Я знаю, что 24 губернатора демократы в Америке. Имеют ли они право в своей власти, в своем штате разрешить голосование по почте? Это первый вопрос. И второй, есть ли какой-то закон, законная возможность побороться с этим, если такой закон и не есть? Спасибо. Спасибо большое. Да, спасибо вам. По идее, подробности не могу вам объяснить здесь, что и как. В каждом штате существуют свои особенности. Но, вообще-то, по моему убеждению, здесь надо противостоять консерваторам и республиканцам, и кому угодно, изо всех сил, и находить все возможные способы, я уверен, что они есть. И судьям тоже надо противостоять, потому что, естественно, такое голосование, оно открывает огромные просторы для жульничества. И надо делать все, чтобы его пресечь. Точно вам сказать, где, в каком штате, по какому закону должны действовать республиканцы, чтобы в местных законодательных собраниях или судьи, которые следуют Конституции и законам, вот точно вам сказать, я, увы, не могу, но то, что этому надо противостоять, это безусловно. Самое главное, для того, чтобы понять, насколько, как говорится, республиканцы давят на больную мозоль демократов, все нужно слушать в выступлениях демократов. Как только демократы начинают на всех радиостанциях, на всех телеканалах кричать о том, что ничего страшного в голосовании почтой нет, вы тут же понимаете прекрасно, что тут что-то не так. Так что, ну, вот такой вот директивой можно руководствоваться, и я вам скажу честно, не ошибетесь. То есть, для того, чтобы понять, насколько это чревато, надо просто слушать те выступления, которые предпринимают сами демократы. Итак, вот у нас есть еще один звонок, давайте попробуем его принять. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Иван, вот вы предлагаете, значит, им противодействовать. Не могли бы вы подсказать нам, какие конкретно меры противодействия вы предлагаете? Спасибо большое. Ну, как и в случае с локдауном, обращаться в суд, конечно же, это зависит от суда, но в прошлый раз говорили мы про Висконсин, видите, там получилось. В ряде штатов, увы, это проваливается, суды уже забиты либеральными назначениями. В ряде штатов судьи частично удовлетворяют, частично нет, но, тем не менее, эта волна исков, она уже идет. То же самое и здесь, потому что, если мы с вами будем говорить о приказе из федерального центра, который вот просто разом все ставит всех под одну гребенку и просто запрещает вот это вот голосование по почте, то это соблазнительно, но это не тот прецедент, который нужно создавать консервативному президенту, на мой взгляд. Только если уже мы увидим, что ситуация уже совсем сложная, тогда, может быть, стоит об этом думать, но, повторяю еще раз, консервативное движение и консервативный президент, каким себя показал Трамп, например, во время эпидемии, уважают права штатов, и Трамп действительно их уважал. Поэтому, если сейчас он вот так вот права штатов откинет, это будет не очень хорошо и не даст ему, на самом деле, серьезного преимущества, на мой взгляд. Ну, и плюс мы все прекрасно понимаем, что не всегда желание президента совпадает с его конституционными возможностями или правами. Поэтому не может президент отменить федеральное право, не может президент отменить право штатов на свое собственное существование. Поэтому, то есть, да, тут единственный способ бороться, это, первое, через суд, причем начиная с ниже стоящих судов и пытаться дойти вплоть до. Я считаю, что это должно попасть в Верховный суд, потому что это действительно очень серьезная статья и очень серьезная ситуация. Поэтому я надеюсь, что республиканцы не постесняются и доведут это дело до Верховного суда. Ну, а плюс средства, мы не можем рассчитывать на средства массовой информации, поэтому как можно больше пресс-конференций президента, как можно больше пресс-конференций лидера Сената, ну и так далее. Я думаю, что это единственные такие более-менее нормальные способы борьбы с демократами. Итак, у нас все линии горят, Иван. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему наши демократы, будучи американцами, как-то стараются встать на сторону Китая с проблемой с коронавирусом. И они как-то не проявляют себя не как американцы, а вот как будто они являются красными Соединенных Штатов. Спасибо большое. Спасибо вам. Как бы мне хотелось на этот вопрос ответить, но понимаете, это как бы не первый раз. Демократы вставали на сторону китайцев, коммунистов в 40-е годы. Демократы вставали на сторону коммунистического Северного Вьетнама, даже когда у власти был президент-демократ, что самое интересное. На сторону коммунистического Советского Союза. Совсем недавно, как вы помните, демократы очень негодовали, что убитый иранский террорист, хоть он и наделен какими-то там генеральскими званиями. Здесь-то как раз все по логике. И меня это не удивляет, тем более, что вкачивание денег из Китая в компанию Клинтона 96-го года так до конца и осталось нерасследованным, как мы знаем. Поэтому здесь все нормально, к сожалению, потому что нормальным это быть не может. А вот объяснить ход мысли подобных людей я, извините, не могу. Ну, я постараюсь в свои два цента в это дело все-таки вмешать. В Америке есть очень серьезная, правильная и нужная пословица. Follow the money. То есть во всех делах, во всех отношениях, во всех идеологиях нужно прослеживать вот этот денежный шлейф. И на сегодняшний день это как можно более актуально, потому что сотни или десятки демократов, в принципе, как и республиканцев, сегодня греют руки у денежного костра Китая. Вот и все. Поэтому вдруг мы перестаем быть патриотами своей страны, и мы становимся просто потребителями и защитниками своих карманов. Я думаю, что это такое самое, наверное, простое объяснение во всем этом. И поверьте, вы еще не в худшем положении, все-таки Америка страна посильнее, а вот в Австралии, где периодически пытаются Китаю противостоять, малейшие экономические движения со стороны Китая и обе партии, в том числе номинально консервативные, они сразу демонстрируют свою беспомощность. Конечно. Ну, я вам скажу, давайте говорить так, вот ответить на вопрос человека, который позвонил, да, зачем далеко ходить? У нас сегодня на пост президента баллотируется так называемый кандидат, я это называю так называемым, потому что еще не факт, что он все-таки станет кандидатом, но Джо Байден. И мы прекрасно знаем, что сын Джо Байдена вместе с сыном, ну, скажем, пасынком Джана Керри, бывшего секретаря Соединенных Штатов, получили полтора миллиарда долларов от Китая на счет своих инвестиционных компаний. Ну вот, пожалуйста. И у нас становится, допустим, не дай бог, конечно, президентом Джо Байден. Как вы считаете, будет ли Джо Байден бороться с Китаем, зная, что его сын получил эту сумму? Ну, где-то так, примерно. Следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, я знаю фамилии тех демократов, которые имеют деньги от Китая. А вот я не знаю республиканцев. Не могли бы вы нам прояснить, кто конкретно из республиканцев кормится в китайской кормушке? Спасибо. Имена, пароль и явки. Да, спасибо. Но я-то говорил про Австралию сейчас. Да. А республиканцы, я подозреваю, есть. Сходу, извините, не назову. А я назову, сходу называю так называемого Райана Пол Райан, наш бывший спикер. Это человек номер один, который всячески боролся не только против Трампа, но и против любых поползновений, против Китая. Ну и дальше по списку. То есть, вы же понимаете, что никто свои денежные отношения не анонсирует. Просто нужно прослеживать их решения, решения, которые они принимают, и решения, за которые или против которых они голосуют. Вот и все. Итак, Иван, давайте мы все-таки, потому что действительно очень интересная тема. Я заговорил про Джо Байдена не просто так. То есть, Джо Байден действительно сегодня на устах, ну и даже, наверное, в головах многих жителей Соединенных Штатов. Во-первых, потому что он баллотируется на пост президента. Во-вторых, потому что это, ну, скажем так, Джо Байден. Но недавно Джо Байден сделал очень серьезный ошибочный шаг, который возбудил все чернокожее население. Ну и не только чернокожее, Соединенных Штатов. Когда он в разговоре с одним из радиоведущих, Шарл Мейн, чернокожий радиоведущий, сказал ему такую вещь. Если вы до сих пор не разобрались, за кого голосовать, за Трампа или за меня, то вы не черный. И сказал он это очень с таким неприятным выражением. То есть, then you ain't black. Ну вот, давайте, может быть, немножко обсудим ситуацию Джо Байдена, расизм демократов в принципе. Что это такое и как это выявляется, наверное. Да, потому что вот в чем республиканцы себя сильно обедняют, это в том, что они не очень активно подчеркивают расизм демократов. Хорошо, здесь опять мы дадим должное, кстати, 45-му президенту. Хоть он начал действительно обращаться к чернокожему населению, говоря, что вы ничего не теряете. И подчеркиваю об успехах чернокожей общины именно во время его президентства. Тем более, что успехи-то налицо. А вообще, вы знаете, для меня тема всегда особая. Вы помните еще раз, чей портрет за моей спиной. И вот то, что отдано это поле, одно из нескольких полей боя демократам, это очень плохо. Я имею ввиду консерваторами. Потому что черный консерватизм явление достаточно сильное. И на сегодняшний день мы его тоже наблюдаем. А вот то, что расизм демократов, и от него демократы пытаются изо всех сил дистанцироваться, и, к сожалению, республиканцы их не тыкают носом куда надо. Вот это проблема. Поскольку, да, существует вот эта вот навязанная всем нам, мы о ней говорили, идея о том, что якобы в какой-то момент демократы и республиканцы поменялись местами. И что вот демократы полюбили черных, а все плохие демократы ушли к республиканцам, и южная стратегия и так далее. Я не буду повторять тут наш выпуск, который был посвящен южной стратегии, где я говорил, что это по большому счету вымысел. И прежде всего политический термин, а не реальное явление. Важно другое, что нам всем стоит помнить, и о чем говорили разумные республиканцы на счете 40-х годов. Когда полюбение демократов началось-то еще тогда. А именно, что расизм и левый либерализм в демпартии, они на самом деле взаимосвязаны. И взаимосвязаны очень тесно. Изначально это было чисто на политическом уровне. Потому что расисты на юге, они поддерживали левеющих демократов на севере и в центре. Зная, что если в Вашингтоне демократы, то расисты на юге сохраняют свое положение. И никто их законы, сегрегацию и так далее трогать не будет. Напротив левые либералы, которые начали уже тогда брать вверх и выходить на первые роли в демпартии. Но это началось еще при Вильсоне, который, кстати, тоже был вполне себе расистом. А при Рузвельте только развивалось. Так вот, они были заинтересованы в том, чтобы вот эти вот расисты на юге, естественно, их поддерживали. Потому что это автоматически давало победу на выборах. То есть, получается, что, казалось бы, противоречащие между собой, хотя на самом деле совсем нет, силы, они были тесно объединены. И расизм и либерализм демпартии, они изначально шли рука об руку. Был момент с дексикратами, которых напугал Труман. Но и то, они были, как я тоже напоминаю вам, именно дексикраты. То есть, как отколовшаяся часть демократов. И их лидер, Стром Торманд, на тот момент вообще числился либеральным демократом. Что самое интересное. Он поддерживал программы нового курса и так далее. И только по вопросам сегрегации у него возникли сложности. И даже когда действительно в конце 60-х некоторая часть, совсем небольшая, демократов ушла к республиканцам, то они, напротив, перейдя в стан, республиканцев стали, во-первых, более консервативными, а во-вторых, гораздо более открытыми к черной общине. Тот же самый Торманд поддерживал введение праздника Дня Мартина Лютера Кинга. Сейчас не будем говорить про Кинга ничего, но он это поддерживал. И поддерживал Кларенса Томаса. Для сравнения, Роберт Бёрд, который у нас наставник Клинтонов, он был и против судьи маршала, либерального чернокожего, который назначался в 60-е, и против судьи Томаса, консервативного чернокожего. Так что здесь, как вы видите, ничего не поменялось. И таким образом, вот эта вот система, она просто стала немного меняться. И те же самые идеи, которыми руководствовались левые, и которыми руководствовались расисты, они неожиданно оказались общими. А именно, особые права для каких-то групп, будь то куклуксклановцы, рабовладельцы, или какие-то определенные группы белого населения, либо это то же самое, но уже для черных, для геев и так далее и тому подобное. То есть, по сути своей, ничего абсолютно не изменилось, просто немного сместились акценты. А так, демократы изначально были, оставались российской партией. Просто им удалось подчинить уже не только черных на юге, а черных в больших городах, закабалив их программами якобы помощи, которые на самом деле загоняли черных в гетто, создавали у черной общины зависимость от правительства и позволяли манипулировать голосами чернокожих в своих интересах. То есть, как видите, Байден, он действительно воплощение демократической партии. И когда-то он даже призывал, что либералам нужен свой Джордж Уоллес, которого часто записывают в консерваторы, хотя от Уоллеса дистанцировались и Бакли, и Никсон, и кто угодно. И тот же Уоллес следовал партийной дисциплине, когда, например, во время импичмента Никсон пытался заручиться его поддержкой, несмотря ни на что, то Кеннеди Эдвард съездил к Уоллесу, и Уоллес, который якобы противоречит идеям Кеннеди, он такой вот эсегрегационист и так далее, он взял под козырек и сделал все, что ему сказала партия. Если вы посмотрите на столкновения с правительственными силами начала 60-х, они были зачастую постановочными, то же самое. Роберт Кеннеди ехал на юг, договаривался с губернаторами, где и как будут эти столкновения, и губернаторы себя показывали, что они якобы защищают идеи правштата, Кеннеди показывал, что он борется за права черных. На самом деле, все было постановочно, и это, уверяю вас, не взято мной не с конспиративных сайтов, не с конспирологических, а из вполне научных трудов. Так что такое взаимодействие есть. Наконец, если вы посмотрите на список самых знаменитых сегрегационистов где-то там 50-60-х годов, то вы увидите, что там 12 человек, и из них 10 – это либералы. То есть, это посторонники правительственных программ, сторонники программы Рузвельта, сторонники программ Джонсона, противники сенатора Маккарти, противники антикоммунистических каких-то действий Сената. Так что здесь все абсолютно взаимосвязано. И, на самом деле, очень хорошо, что у Байдена эта его оговорка проскочила, потому что черные, они хоть теперь могут задуматься, а с теми ли людьми они связываются. Потому что для Байдена это действительно в порядке вещей. Если черный, то должен подчиняться демократам. Как это было в 19 веке, в конце, черные должны слушаться демократов, как это было в начале 20 века, как это было в середине, так и сейчас. И поэтому его реакция, она была абсолютно объяснимой. То, что он потом стал оправдываться, что он пошутил и так далее и тому подобное, на это, конечно, не стоит обращать внимания. Просто подумайте, что было бы, если бы подобную фразу произнес республиканец какой-то. Ему бы уже все, считайте, карьера была бы закончена навсегда. А здесь, пожалуйста, Байден по-прежнему основной кандидат. Хотя тоже трудно сказать надолго ли. Но один оптимистический момент все-таки есть, потому что чуть ли не через несколько дней, или даже на следующий день, после вот этого своего выступления, Байден всех нас обнадежил и сказал, что он победит Джо Байдена. И мы все ему, я думаю, должны пожелать в этом успеха. Здесь, да, я умолкну, и если Анатолий что-то добавит, то с удовольствием передо мной. Я в первую очередь приму звонок нашего радиослушателя, а потом... Так вот, так интересно, радиослушатель звонил-звонил, и не даже... Вот он. Добрый день, вы в эфире. А это из словаря. Словоблудия и Иван. Большое спасибо. Рукоблудия и уважаемый слушатель. Едем дальше. Это человек... Иван, вы не понимаете, это человек, который звонил с самого начала сегмента, просто я не хотел прерывать вашу мысль. Я говорю, он одной рукой звонил, а другой... Ну да, другой мы не будем уточнять, чем он занимался. Итак, насчет Джо Байдена, скажу вам такую вещь, то, что... то, что действительно заставляет задуматься, я надеюсь, что это заставит афроамериканцев задуматься над своим выбором, но теперь у меня вот такой интересный вопрос, мне кажется, интересный. А чтобы... То есть, давайте скажем так, мысль Джеймса Клайберна, человека, из-за которого, или благодаря которому все-таки Байден удержался в рядах кандидатов. Интересно, остался или остается ли Джеймс Клайберн, во-первых, при своем мнении в отношении Джо Байдена, уже даже после вот этого инцидента, и, второе, действительно, что бы произошло, если бы Джеймс Клайберн не предпринял попытку как-то спасти утопающего Джо Байдена. Как вы думаете? Ну, я думаю, что они, к сожалению, все завязаны. И даже если бы Байден пришел на интервью в костюме куклоксклановца, то ему бы это оправдали, сказали бы, что он пошутил, или что он так высмеивал сторонников Трампа. Не сомневаюсь, что было бы именно так. А сейчас Клайберн, возможно, у него есть сомнения, но Клайберн заинтересован в том, чтобы поддерживать эстеблишмент демократов. А Байден это воплощение демократического эстеблишмента. Поэтому я думаю, что он, конечно же, помог тому, что Байден стал основным кандидатом. Но то, что какой-то поиск замены есть, я думаю, такое ему мы не будем удивляться, и что на съезде демократов нас еще какие-то сюрпризы ждут. Ну, если честно, вот, я очень сомневаюсь, что Джо Байден дотянет до съезда. Я не думаю, что ему позволят прийти на съезд. Вот такое у меня чувство. но тем не менее, вот, наша сенатор Камала Харрис, она ведь во время дебатов подняла очень интересную тему в отношении именно сегрегации и того, что происходило там в 60-е, 70-е годы. И ведь она не зря обвинила Джо Байдена в том, что он был против десегрегации. Вот интересно будет, как это сыграет, если по каким-то странным причинам Джо Байден попадет все-таки в кандидаты, использует ли выборная компания Трампа вот тот факт, который именно Камала Харрис вынесла, как говорится, на свет. Как вы думаете? Я думаю, да, потому что уже сегодня Берджес Оуэнс, знаете, бывший спортсмен, который сейчас в политике принимает активное участие, он уже об этом напомнил и сказал, что я он чернокожий боролся с сегрегацией, когда Байден боролся за нее. И, наверное, это уже начало чего-то, потому что хотя Байден превращается в тефлонового кандидата, знаете, такое выражение в американской политике, это не вовсе отскакивает, все скандалы, но если дело дойдет до дебатов, то Трамп его должен там просто уничтожить. Да, будет интересно посмотреть. Иван, спасибо огромное за интересную такую беседу, я знаю, что у нас еще остался один невыясненный вопрос, но мы его оставим, наверное, на следующий раз. этот вопрос с нами я чувствую очень надолго и будет всегда актуальным. Всегда. Но не всегда, в ближайшие месяцы точно. Да, да, да. Итак, спасибо вам огромное, Иван, будьте здоровы и услышимся в следующий раз. Всего хорошего. Спасибо вам, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok